здравствуйте дорогие друзья недавно я приехала из черногории там были с выездным интенсивным тренингом истоки уверенности в себе и захотелось вами поделиться некоторыми наблюдениями мы заходили в тему уверенности в себе через свою самооценку самооценка это то что мы о себе думаем как мы себя чувствуем как мы себя воспринимаем и для этого мы заходили с такой форматной работы где клиент выставлял свою структуру личности через те я через те части которые он себе осознают и которые он себя чувствует приблизительно картинка может быть такая я-то я которая чувствует что она неудачлива и что не с ее счастьем и что у него там ничего не получится то моё я-то моя часть которая все время боится чего-то куда-то не двигается третья моя там часть которая говорит так все подняли попы обмобилизировались и пошли и работаем четвертая часть которая вообще ничего не хочет которая льва во всем разоверилась или не чувствует вкуса жизни ну и так далее у каждого был свой комплект этот комплект по большей мере состоял из таких минусовых частей в ней был там как правило 1 2 ресурсные части больше были тех кому есть претензии что тоже являлось таким свидетельством что в своей самооценке люди все-таки больше смотрят на те части которыми недовольны а есть та часть которая там здоровая все ну вот вот этих вот как бы все таки расставляли в виде таких представительниц своих частей на которые нужно посмотреть и мы тогда к этим 5 добавляли еще одну часть ресурсную которая точно есть у клиентки на которой она не смотрит но она помогает достижение цели достижение цели это прийти в такое состояние где я уверена в себе где я энергетически наполнена где я чувствую опору где двигаюсь где я способна достигать цели и вторая часть неизвестная то которая своего рода является препятствием блокировкой в достижении цели и что мы увидели мы увидели что большинство людей имеет несколько затруднений первый этап вообще определить вот эти свои части люди часто несмотря то что было время и подумать и не всем делали работу в одно время люди вообще затруднялись их идентифицировать иногда при вопросе а чем отличается та которая не хочет двигаться от той которая разуверилась это две разных части или какая-то одна людям нужно было время чтобы они подумали действительно ли это одна и та же часть или это абсолютно какие-то разные и это свидетельствовало о том что на самом деле у нас очень мало фокуса внимания на себе и мы вообще себя очень мало знаем второе ограничение заключалось в том что даже если их назвали то крайне редко кто их назвал очень точно потому что вдруг оказывалось что та часть которая ноет паникует она вдруг обладает колоссальной интуицией и она скорее предупреждает о том что там сейчас что-то может случиться та часть которая по описанию клиентки и и блокирует движение которое в самый последний момент когда уже нужно что-то делать вдруг начинает делать абсолютно не то что нужно для достижения цели она вдруг оказывается какая-то защищающая она вдруг оказывается сейчас не дает возможности туда двигаться потому что сейчас или там будет какая-то программа которая может включиться или есть что-то очень важно что сейчас клиент должен увидеть если он это увидит тогда движение дальше будет возможным и все это давало нам такой такую картину что большинство людей сфокусированы на внешнем большинство людей от от зеркаливаются в этой внешней реальности и даже определяют чувство своей уверенности исключительно из внешних каких-то обстоятельств и у нас очень мало мало фокуса на себе и действительно практически все клиенты которые приходят они говорят о внешних целях я хочу замуж я хочу путешествовать я хочу достичь этого 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 но мало кто говорит о том чтобы приобрести некое состояние мало кто говорит о гармонии собой мало кто говорит о знакомстве с собой мало кто говорит о том что моя личность и моя душа были в каком-то унисоне Мало кто говорит про внутреннюю архитектуру и мало кто запрашивает коррекцию на эту внутреннюю архитектуру. И тогда каждый из нас подобен хозяину большой огромной корпорации. Адаусы утверждают, что у нас около 980 семья, которые сфокусированы на достижении целей, на внешнем, вместо того, чтобы посмотреть на коллектив, вместо того, чтобы определить его потребности, создать благоприятные условия, чтобы эта команда сейчас была в ресурсе и захотела создать такие отделы с такими функционалами, с такими конфигурациями, где цели владельца будут достигнуты. Вот такая вот метафора пришла в голову, но мне кажется, именно она вот так хорошо объясняет, что с нами происходит. Поэтому захотелось с вами этим поделиться, захотелось, чтобы вы немножко помедитировали на это. Может быть, взяли ручку с листочком и написали, какие я вам знакомы, кого-то из них больше ресурсных или тех, кого бы вы хотели исправить. Может быть, вы бы как-то больше внимательно с любовью на них посмотрели. Может быть, многие из них нуждаются в вашей помощи или в вашем внимании, потому что часть какого-то тела болит в том случае, если с ней есть проблемы. Овно мешают жить, нуждаются в каком-то более пристальном вашем внимании. Если вы посмотрите туда, то вдруг тогда окажется, что они обладают тем самым ресурсом, который сейчас заблокирован и который не дает возможности вам двигаться дальше. Желаю вам приятного знакомства с собой и уверяю вас, это знакомство обязательно будет влиять на позитивные изменения в качестве вашей жизни. Всего вам хорошего и до новых встреч!